Да, 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 уже записывается конференция. Итак, я начну еще раз, мне приятно повторить и не один раз, с поздравления Эдуарда Львовича Афанасьева, у которого вчера был день рождения. Многое лето, многое благае лето, дорогой наш Эдуард Львович, потому что все мы сейчас бойцы одного фронта. И я воспринимаю нашу работу как наше участие в жизни страны, государства, в той правильной позиции и обстановке, которая у нас складывается. Собственно, мой доклад основан на трех статьях, которые были мной сделаны за истекший год. И так получилось, что они об одном и том же. О ходе книги святителя Феофана Затворного Кубышинского «Евангельская история». Это краткое название, о том, как полностью звучит название, я скажу позднее. И действительно, я хочу сориентировать и сотрудников отдела, и наших друзей, наших сотрудников на то, что вполне возможно мы будем заявлять какую-то серию книг. Серию книг. Это не коллективные труды. Это серия книг по образцу, по примеру. Я об этом говорила на заседании Аня Белла в прошлый вторник. Творение русских духовных писателей по типу литературных памятников. То есть не замахиваться. Сейчас вряд ли у кого-то найдется достаточно сил, чтобы полностью творение духовных писателей публиковать в виде собраний сочинений, собраний творений. А вот отдельные серии, отдельные книги, отдельные произведения можно было бы. И вот меня к этой мысли подвели три статьи, содержание которых я хочу вам сегодня представить вашему вниманию. Интересно, что наш сегодняшний семинар планировался 31 марта, когда я открыла уже готовую программку, и мне в общем-то ничего не пришлось особенно менять, только дату и код доступа. Ну, прошло полгода, еще добавились некоторые наблюдения, и так что работа идет. Итак, во все времена Евангелие, как повествование о рождении, земной жизни, крестной смерти, воскресении, вознесении Господа нашего Иисуса Христа, вызывало потребность в толковании, а также в сравнении, или лучше сказать, параллельном чтении четырех канонических книг, его составляющих, от евангелистов Матфея, Марка, Луки и Анны. Глубокую потребность постичь всеизвестное человечеству о Спасителе, изложить эти знания в доступной для простого читателя форме, испытал и святитель Феофан Затворник. Весной 1870 года, находясь уже в Вышинском затворе, преосвященный написал афонскому монаху Арсению Минину, занимавшемуся издательскими делами афонского русского Пантелейминого монастыря. Следующее. По Евангелию я все прилаживался, что и как лучше, случайно напал на мысль, не толкование писать, а размышления о евангельской истории по порядку событий, чему и положено начало. И печатается сие в домашней беседе под заглавием «Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Можете догадаться, что сему делу конец очень-очень далеко. После можно будет издать отдельно, но ждать этого долго. Евангелие с толковыми примечаниями издает инспектор Московской академии Архимандрит Михаил. Скоро выйдет, если не вышло уже. Итак, в письме упомянуты два издания. Уроки. Они печатались в еженедельнике Оскочинского с февраля по ноябрь 1870 года. А за книгу о Евангелии и евангельской истории по поводу книги Ренана «Жизнь Иисуса» Архимандрит, впоследствии епископ Михаил Лузин, удостоился степени доктору богословия. Свои размышления о евангельской истории святитель Феофан назвал плодом одной души, указав, что другие иное нечто могут усматривать в тех же сказаниях. Но при этом, вновь цитата, «и все в совокупности не исчерпают всего, что содержится в Евангелии». Это цитаты из вот тех самых уроков, из таких уроков. Читателю предлагался метод, вооружившись которым, он смог бы сам восходить к созерцанию Христа. Цитата. Дух жизни о Христе Иисусе, раскрываясь в делах, должен бы сам собою производить христоподражательную жизнь, писал святитель Феофан. Но жизнь человека не то, что жизнь растений. Здесь бросит человек семя в землю, и оно уже само собою дает корень, стебель и зерно. Человек же отличается сознанием и свободою. И жизнь его не есть цепь явлений, одно из другого необходимо вытекающих, а ряд деяний, сознательно предпринимаемых и самодеятельно совершаемых. Он предначертывает себе образ жизни и потом выполняет его. И только в этом виде жизнь его есть жизнь истинно человеческая, разумно свободная. Христианину, христоподражателю по званию своему, нет нужды утомлять голову начертанием образа жизни своей. Он имеет перед собой образ жизни Господа Христа. Смотрите на него всяк и живи по нему. Как живописец смотрит на оригинал и черту за чертой переносит на изготовленное полотно, так и христианину надо бы смотреть на черты жизни Господа и переносить их в свою жизнь. Вот я позволила себе такую пространную цитату для того, чтобы иметь представление нам, что такое теоретическая статья, одна из двух теоретических статей свидетелей Феофана, предваривших его практическую работу, то есть саму книгу «Евангельская история». И далее. Истинная жизнь о Христе Иисусе изображена в Евангелии, в деяниях и словесах Господа нашего Иисуса Христа. Читай, вникай и учись жить о Христе, подражая делам Его и последуя учению Его. Святая Церковь руководит тебя к этому труду, предлагая каждодневно краткое чтение из Евангелия. На всякий день имеешь посему немало уроков, которые можешь извлечь то из того, что сделал Господь, то из того, что Он сказал. Проследи все и вообразится в тебе Христос умственно. За тобой останется потом отображать Его и в жизни. Практически это теоретическая первая статья, вобравшая в себя размышления вообще о евангельской истории и какие уроки человек должен извлечь из нее. Признаю, что мне было очень трудно, не имея специального богословского образования, очень трудно этот текст хотя бы просто набирать из такого, из редкого издания и вникать и понимать каждое слово. Практические подступы к теме обозначились в другой статье святителя Феофана. Указание, по которым всякий сам по себе может составить из четырех Евангелий одну последовательную историю евангельскую с наглядным конспектом ее. Вот такое длинное название. И вскоре эта статья была опубликована, то есть указание в Тамбовских и Пархиальных ведомостях о подготовке статьи святитель Феофан сообщал Елагину Николаю Васильевичу в письме от 21 апреля 1971 года. Посидел немного на Страстной и на Пасхе и открыл ключ-указатель, как всякий сам для себя может составить из четырех Евангелий одну последовательную историю. Послал в Тамбовские ведомости напечатать. По-моему, все вышло так ясно, что я желал бы, чтобы весь свет усвоил этот прием. Будут оттиски и пришлю к вам. Тогда же вышла и отдельная брошюра. Прошло еще четыре года. 9 февраля 1975 года святитель Феофан в письме к Елагину повторил свою заветную мысль. На Евангелие не толкование надо бы написать, а размышление, чтобы каждое слово и каждое движение Господа было торжественным свидетельством его божества. Когда Бог даст, начнем сию хвалебную песню Господу, то ей конца не будет. О, когда бы хоть начало положить всему делу. И вот из майского письма 1981 года святителя Феофана к Елагину, то есть по прошествии еще шести лет, узнаем, что на вышу была прислана рукопись, озаглавленная «Жизнь Христа Спасителя», читать которую святитель Феофан обещал в свое время, задолго до, афонскому отцу Арсению Именину, уже покойному, и несколько листов уже прочитал из присланной рукописи. И предложил следующее Елагину. Посылать на афон рукопись не нужно. Кто там с нею сладит? Или учуют в ней что? Это издание растянется лет на пять. Уж давайте сами решать дело. Таково первое свидетельство о решении святителя Феофана начать подготовку к изданию некой рукописи, оказавшейся сначала в руках отца Арсения Именина, получившего согласие святителя Феофана, прочитать ее. А после смерти отца Арсения переданы по благословению афонских старцев Елагину, которым рукопись и была послана на вышу. Верный когда-то данному обещанию святитель Феофан в ответном письме к Елагину подчеркнул близость темы и особый интерес к ней. Нечто подобное и я загадываю писать, именно евангельскую историю. Это будет и жизнь Христа Спасителя, и толкование Евангелия, и беседы на них, и все, что вы захотите. Но я так слаб стал умовою энергией, что ни к чему себя притянуть не могу. Автором присланной рукописи был протеерей Павел Алексеевич Матвеевский. А сама рукопись, его известный выдающийся труд в трех томах, евангельская история о Боге-Слове, Сыне Божьем, Господе нашим, Иисусе в Христе, вышедшем в 1890 году. Но я уже показывала, еще раз покажу. Вот это современное издание, там еще третья книжечка у меня лежит. Очень... Так что мы должны знать, что редактором этой современной, сейчас в наши дни уже переизданной книги выступал святитель Феофан. Итак, магистр Санкт-Петербургской Духовной Академии Матвеевский служил настоятелем Смоленского храма на Смоленском кладбище Петербурга. Известен как духовный писатель. И поскольку мы бываем, когда приезжаем в Петербург на Смоленском кладбище, просто интересно знать, что его могила находится на дорожке от Смоленского храма к часовне блаженной Ксении Петербургской. Сохранилось 12 писем святителя Феофана с упоминаниями, подробными или вскользь имени отца Павла и его труда евангельской истории. Это редакторские замечания, советы, подсказки, оценки, дающие представление о важной роли святителя Феофана как наставника, консультанта, редактора в подготовке книги. Редакторские замечания святителя Феофана дают нам и представление о творческих принципах самого Преосвященного, что очень важно. Чтение и редактура книги отца Павла Матвеевского и евангельская история не только не отвлекали святителя Феофана, но, как видно из писем, настойчиво побуждали к продолжению собственного труда, в котором воплощал свое видение евангельской истории. «Отличие моей истории – то, что в ней нет моих слов», объяснял он Елагином, кроме заглавий. «Оправдание порядка – все в слове к читателям, которое будет в треть или четверть книги и стоит впереди особо. Если Бог продлит веку, размышления о событиях святой истории или беседы будут после. В этой книжке ничего не решается, кроме, почему избран такой порядок событий». Летом 1984 года работа была завершена, но время шло, а издание не появлялось. Да выше дошли слухи о том, что Синод не разрешит, это цитата из письма, «ожидается, что не разрешит, потому что уже были предоставляемы такие своды, и он не разрешал». Сообщая об этом неприятном известии 28 октября 1984 года, Колобовый, такой активный корреспондент святителя Феофана, святитель Феофан признавался, но это будет сильное поражение Вышинскому самовозношению, смирению наука. Как стало известно позднее, пересмотреть и представить мнение о книге святителя Феофана, святейший Синод поручил почетному члену Санкт-Петербургской Духовной Академии Преосвященному Леонтию Лебединскому, поддержавшему рубопись. В первых числах ноября автор получил возможность вычитать присланный экземпляр и отослать в типографию замеченные опечатки. Так на протяжении 15 лет можно наблюдать сохранившееся свидетельство о подступах святителя Феофана к широкому замыслу евангельской истории. Сначала определение метода и ключевых принципов анализа материала, далее разработка приемов и их практическая реализация на конец руководства, пожелавшим составить свое обозрение евангельской истории. Полное название книги святителя Феофана, которую я обещала все-таки произнести, таково. Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения в последовательном порядке, изложенное словами святых евангелистов с указанием оснований, почему именно такой, а не другой избран порядок, последование евангельских событий одних за другими. Ну, собственно, мы в программе поместили обложечку первого, единственного прижизненного издания, и там, если присмотреться, можно это название целиком прочитать. Первое и единственное прижизненное издание вышло в Москве в конце 85-го года. Его составили разделы к читателям, ну, как святитель и писал, что этот раздел будет составлять треть или четверть всей книги и стоять особо в начале. Собственно, о нем пойдет наша речь, потому что здесь авторское слово. Дальше, евангельская история, это евангельская история составлена исключительно из цитат евангелистов в разработанной последовательности, и ни одного авторского слова в этом разделе нет. Далее, подробное оглавление содержания евангелия. Это та схема, по которой можно определить, ну, где какой отрывок какого евангелиста находится. И, наконец, оглавление евангельской истории, то есть более сжатое содержание всей евангельской истории. «Отличие моей истории и то, что в ней нет моих слов», пояснял святитель Феофан. Я это, видите, уже не первый раз повторяю. «Кроме заглавий, оправдание порядка, все в слове к читателям». Итак, ну, собственно, да, это основное, что надо сразу понимать и принимать книги святителя Феофана, его структуру этой книги. Главный отдел евангельской истории святитель Феофан самой евангельской истории определил так. Начало до поселения Господа в Капернауме, середина пребывания Господа в Галилее и конец пребывания Господа в Иерусалиме, Иудее и за Иорданом, страдания, смерть, воскресения и вознесения. При этом особо подчеркну, что в начале и конце действования Господня установление порядка течения событий евангельских не представляет затруднений. Не то в отношении к середине действования Господа. Здесь и сказания не дают определенных на это указаний и свойства событий не таковы, чтобы они сами определяли свое место. Для определения последовательности евангельских событий святителем Теофаном была разработана система правил, впервые печатно сформулированная им в 71 году, то есть за полтора десятилетия до составления и выхода евангельской истории, что убеждает в обдуманности этих правил. Кратко я поясню, что если два евангелиста придерживались одного факта, а третий был не согласен с этими двумя, учитывалось и одно, и другое, но, во всяком случае, потом я, например, покажу, как это делалось. То есть если кого-то заинтересует подробный вопрос, то вот отсылка в статье непосредственно о том указания на то, как надо составлять. Итак, когда книга наконец вышла, святитель Хеофан стал живо интересоваться откликами на нее. Узнав от Елагина о заметках отца Павла Матвеевского, просил набросать, что и почему он видит неточности. Пусть бы написал все, хоть наскоро, я ему поясню и подчеркнул безусловную параллельность их работы. Все та же история, что для афонцев. Матвеевский писал для Афона, по заказу Афона, а свидетель Хеофан как бы вот по своей инициативе, так скажем. С Афоном он не заключал никаких соглашений. Однако высказанный отцом Павлом замечание не относил к разряду глубоких. Я жду оппонентов посерьезнее. Таким, если бы был жив, считал епископа Виталия Гречулевича. Область проблем, предназначенных к обсуждению, видел в установлении порядка сказаний, то есть в композиции и принципах соединения всех четырех Евангелий, определяя его как дело великое. Но таким видят его только те, которые сами серьезно тем занимались, писал он. Верхогляды же ничего тут не могут дельного сказать. Первая рецензия вышла в Киеве. Богословский библиографический листок приложения к руководству гасильских пастырей напечатал ее в первом номере за 86-й год, представив новую книгу как почтенную и удачную попытку продолжать дело, за которое, начиная еще с третьего века, брались христианские ученые. Из четырех евангельских сказаний образовать один последовательный, правильно обоснованный рассказ евангельских событий, как бы она была изложена одним евангелистом, а не четырьмя. Киевский рецензент, скрывшийся за инициалами И.П., подчеркнул, что в книге сделано много новых сопоставлений из рассказов евангелистов, хотя автор излагает общеизвестные евангельские события. Первый пример, приведенный рецензентом богословского библиографического листка, касался блаженств. Святитель Феофан увидел в Евангелии от Матфея и от Луки разные изображения блаженств, сделав вывод, что о них говорит Иисус Христос не только в Нагорной проповеди всем собравшимся, но и после нее сошед с горы, обратившись исключительно к ученикам. Второй пример относится к двум вечерям в Бифании. Однако, соотнося с карты Святой Земли и последним хождением Господа по Галилее, святитель Феофан выявляет вечерю в Галилейском доме сестер Лазаря. И, наконец, рецензент ограничивает примеры еще одним истории изгнания торгующих из храма, коих принято считать два. Одно в первую Пасху, а другое в последнюю. В первую Пасху по Евангелию от Иоанна, в последнюю по Евангелиям от Макфея, Марка и Луки. Святитель Феофан разделяет изгнание торгующих в последнюю Пасху на два самостоятельных события, описанных евангелистами Матфеем, Лукой и Марком. Далее рецензент ознакомил читателей с правилами, которыми руководствовался автор книги, распределяя евангельские события в хронологическом порядке, чтобы судить о законности такого именно, а не другого распределения событий. Вышедшее в богословском библиографическом листке рецензия за подписью ИП носила не столько критический характер, сколько обзорно-ознакомительный. Но обстоятельства, что на книгу святителя Феофана и евангельская история о Боге Сыне не последовало быстрых подкликов, дотолкнуло автора на предположение, полушутливо им сформулированное «Думаю, морщится». Наиболее подробно разбор книги напечатал уже в мае 1986 года московский журнал «Чтение в обществе любителей духовного просвещения» в отделе библиографии. Автором рецензии, скрывшимся за инициалами Н.Р., был по убедительному предположению нашего друга, сотрудника Ирея Николая Солодова активный член общества Николай Петрович Розенов, 29-летний магистр богословия, недавний выпускник Московской духовной академии, преподававший курс священного писания. Автор, опубликованный также в 86-м году, работы «Предварительные сведения» о священном писании вообще. В рецензии были явлены начитанность автора и знание своего предмета, «Но заметна и свойственная молодости, безоговорочная уверенность оценок». Розенов подчеркнул главное отличие книги от обычных у нас священных историй Нового Завета, а именно в ней истолковательного элемента нет даже в смысле простого перефраза евангельских сказаний, которые передаются в подлинном их виде. При этом отмечена ключевая особенность евангельской истории святителя Теофана. Цитата «Разграничение евангельских событий на периоды и отделы определяется неизвестными моментами времени, а местом действования Господа». И вот за это наблюдение критика рецензента Розенова «Я и зацепилась». Объяснение сугубому, потому что это наблюдение просто повисло в воздухе, оно произнесено, оно сделано. Ну, будем пытаться развить это наблюдение. Объяснение сугубому вниманию святителя Теофана к местам действования Господа на наш взгляд следует искать в обстоятельствах жизни преосвященной. Семь лет с 1847 по 54 годы иеромонах Феофан Говоров, как о нем говорилось в документах, прекрасный монах и аскет, муж благочестивый и степенный, находился в составе русской духовной миссии в Иерусалиме. Это была редчайшая возможность особенно для середины 19 века погрузиться в жизнь христианского Востока, ходить пусями Спасителя, видеть места, связанные с его земной жизнью. Святая Земля обладает поразительным свойством сокращать, а в иных случаях даже устранять временную дистанцию. Подобно ощущается и Страстную Седмицу православными верующими, когда одно за другим следует воспоминание о беседах и последних уроках Господа в Иерусалиме, о его страданиях, смерти, погребении, о чуде Воскресения. Молитвы у гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения о самом сокровенном. Такова была, например, молитва Гоголя, прибывшего к берегам Палестины на одном корабле с сотрудниками миссии и святителем Феофана. Гоголь писал Жуковскому, уже успел произнесть Твое имя у гроба Господня. О, да поможет нам Бог и тебе и мне собрать все силы наши на произведение творений нами лелеемых во глубине душ наших, в добро земли нашей и да просветит нас светом разума святого Евангелия Твоего. Иными словами, но те же чувства выразил святитель Феофан, думая о предстоявшей встрече со святой землей, готовясь к служению беспрекословному на пути своем. Развернулась бездна труда я пиво насуслый. Открывателем святой земли для молодого иеромонаха стал первый начальник русской духовной миссии архимандрит Порфирий Успенский, востоковед и археолог, буквально носивший восток в своем сердце. В его мемуарно-публицистическом труде книга «Бытия моего» отражен каждый день присутствие миссии в Иерусалиме, путешествия сотрудников к святыням Палестины, Египта и Синая, к древним христианским монастырям. И хотя, как признавался святитель Феофан, до стен он не был охотником и не до каких мертвых древностей, но именно под руководством архимандрита Порфирия он имел возможность, он получил возможность находить в монастырских библиотеках и переводить древние тексты цитаты из числа неумирающих словес богомудрых отцов, кои собирать жаждет душа моя. По отечникам и метерику изречения святых жен подвижниц знакомился святитель Феофан со скетическими традициями Востока, получая для себя назидательные и сильные впечатления. Еще одно влияние, которое необходимо учитывать два зимних месяца 49-50 годов, декабрь, январь. Иеромонах Феофан сопровождал в паломнических поездках по Палестине выдающегося духовного писателя, зачинателя литературного жанра путешествий по святым местам Андрея Николаевича Муравьева. В письмах с Востока, литературным адресатом которых был митрополит московский и коломенский филарет Дроздов, Муравьев подробно описал пережитые им впечатления. Так, в начале января 49-го года состоялась поездка в Горнюю, где, цитата, «остатки великолепного здания ознаменовали место свидания пречистой девы с матерью претечи, когда восставший Мариам иди в горнее в оград Иудов и целова Елизавета». Имея на устах это чудное Евангелие, столь часто слышимое в церкви, писал Муравьев, я как будто созерцал самое событие посреди развалин. Широко раскинуло одно столетнее дерево отрадную тень свою на дворе бывшей обители. Еще целы те сени на Праге коих воскликнуло в радостном восторге Елизавета. «Откуда мне сие яко прииде Мати Господа моего ко мне?» Тут устроен алтарь западных иноков, где совершают они литургию всякую субботу. В сенях видно начало полуобрушенной лестницы, которая вела в верхние покои. Сердце умилилось внутри священного преддверия, где с евангельской простотой впервые раскрылась миру тайна воплощения. Мы все невольно пали на колени пред алтарем, и русская братья, в числе которых был святитель Феофан прежде всего, воспела вдохновенную песнь, некогда здесь произнесенную устами честнейших грубим. «Величит душа моя Господи и возрадовайся, дух мой, обозе спаси моем». Сладки были для нас церковные припевы, разделяющие по стихам сию дивную песню. Можно полагать, что о священной истории немало было... это из письма, это из книги, адресованные Филарету, ну, как бы это отдельный текст, но, конечно же, мы будем правы, если скажем, что о священной истории немало было говорено Муравьеву и с романахом Феофаном, с которым они душевно сблизились за это время. Евангельские сказания естественным образом связывались у святителя Феофана с реальными картинами мест, где они происходили. И он в своей евангельской истории непременно называет эти места, что в значительной степени помогает восстановить время и очередность событий. В первом отделе евангельской истории, посвященном начальным событиям, преимущественно в Иерусалиме и Иудее, при всей ясности свидетельств и согласия евангелистов, как считал святитель Феофан, только одно обстоятельство нуждается в объяснении относительно последовательности событий, поклонения волхвов новорожденному блонденцу и бегства святого семейства в Египет. В Евангелии от Луки сказано, что Дева Мария и праведный Иосиф, завершив в Иерусалиме предписанное законом Моисея, возвратились в мазарет. Цитата. Слова святого Луки не будут производить никакого смущения, пояснял святитель Феофан, если мы вставим в среду их одно слово вознамерились или собрались и будет кончив все по закону родители Господа вознамерились, собрались, были готовы возвратиться в Назарет. Но пришли волхвы и удержали их, а по отбытии их ангел Господень повелел им поспешно удалиться в Египет и по возвращению уже из Египта пришлось им исполнить свое желание возвратиться в Назарет. Поклонение из волхвов было в Вифлееме, оттуда начато и бегство в Египет. С Галилеем, с Галилеей, Назаретом связана сокровенная жизнь Господа, явление мира и первые действия, преимущественно с Иерусалимом и Иудеем. Святитель Феофан как по хорошо знакомой карте прослеживает путь спасителя из Иудеи, ставший по сути переходом ко второй части евангельской истории. Направился он туда через Самарию, где сначала возбудив веру в некой самарянке при беседе с нею на Кладезе и Яковлевом, а потом и в жителях города Сихаря прибыл, пробыл у них два дня и потом вступил в Галилею на радость галилеяна. Здесь, миновав Назарет и прошед через Кану, в кое совершил новое чудо, прибыл в Капернаум и там поселился для постоянного жительства по пророчествам он том. Во второй части евангельской истории все события расположены в порядке кронологии, объединены святителями Феофаном в разделы по месту их совершения, что отражено в названиях и становится структурообразующим приемом и пронумерованным. Пребывание Господа в Капернаум таких главок 10, хождение Господа по Галилее 9 главок также указаны исхождение Господа из Капернаума дважды повторяется такое название. Безусловную необходимость таких обозначений святитель Феофан разъяснял в песне к Елагину. Ведь это истина, а не выдумка. Так и было. Это очень поддерживает внимание и способствует запоминанию. Розанов заметил в рецензии. Такое распределение евангельских событий в их общем составляет особенность евангельской истории преосвященного Феофана сравнительно с другими историями. Ибо в большинстве их точками разграничения служат пасхи, то есть в других евангельских историях, служат Пасхи, пережитые Господом в это время. Еще одной чертой выделяющей труд преосвященного в ряду подобных Розанов называет авторские объединения того или иного порядка событий. Однако рецензент не склонен безоговорочно принимать хронологию, предложенную святителем Феофаном, и высказывает намерение поточнее разобраться в том, каковы эти основания, сравнительно, конечно, с теми, которыми руководствовались гармонисты доселе. И достаточно ли они для оправдания того, отличного от других историй порядка, в каком расположены евангельские события в евангельской истории преосвященного Феофана. Ход рассуждения святителя Феофана ясно виден на примере сказаний о призвании Господом четырех рыбарей, которым открывается раздел «Первое пребывание Господа в Катернауме по вселению в нем». Основным источником для определения последовательности события этого сказания, как и всей второй части евангельской истории, святитель Феофан выбирает Евангелие от Матфея, поскольку с ним согласно Евангелие от Марка и не противоречит ему Евангелие от Иоанна. Между тем обращает на себя внимание Евангелие от Луки. В нем тоже описывается ловля рыб и напоминание о назначении рыбарей к ловлению людей. Но хотя рыбари у него те же, однако ловля рыб и обращение речи к рыбарям обставляются у него такими чертами, которые делают невозможным составление одного сказания. К этому этот вывод подтверждается сопоставлением текстов Евангелиста Матфея и Евангелиста Луки. Продолжив наблюдение, святитель Кеофан выявил помимо названных два призвания. Призываемых были, пишет он, еще и при Иордане, еще и четвертое будет преднагорную проповедью, и то будет уже окончательное. Итак, первое призвание в период явления Господа себя миру, второе призвание четырех и первое пребывание Господа в Капернауме, то есть первое это было по Иоанну, второе призвание четырех в первое пребывание Господа в Капернауме, это по Евангелию от Матфея, третье призвание Матфея и беседы в доме его, Евангелие от Матфея, и четвертое избрание двенадцати апостолов, и третье хождение Господа по Галилее, опять-таки по Матфею. Святитель Феофан удивительно точно прочувствовал человеческий фактор, как бы мы сейчас сказали, в поведении учеников, ибо воочию наблюдал этот быт на берегу моря Галилейского, не менявшийся веками. Когда Господь возвращался в Тепернаум, пояснил святитель Феофан, события второго пребывания Господа пояснил святитель Феофан события второго пребывания Господа в Тепернауме. Ученики его обратились снова к обычному своему занятию рыболовному. Это, вероятно, делали они и при других пребываниях Господа в Тепернауме. Даже по воскресенье Господа видим их пловящими рыбу, Как только оказались они в своем городе. Побыв немного у себя, Господь и сам направился к морю. За ним последовал народ, и он учил его. Когда подошли к морю, народ теснился к Господу, чтобы слышать слово его. Господь сел в лодку и велел немного отплыть от берега. Затем сидел в лодке и учил. Кончив учение, велел он рыбарям забросить мрежу и даровал им чудную ловитву, сопровождавшуюся воодушевительным словом к Петру. Разделив сказания о призвании рыбарей и о ловитве рыб, святитель Феофан поместил ловитву и проповедь Господа с моря. В начале раздела второе пребывание Господа в Капернауме, к которому также отнесены исцеление расслабленного и призвание Матфея. Цитаты. Приходило нам мысль сказания об исцелении расслабленного поместить прежде чудной ловитвы рыб. Но евангелист Марк по исцелении расслабленного говорит, что Господь опять пошел к морю. Следовательно, он был уже там недавно. Когда? Всего ближе прежде исцеления расслабленного, то есть когда дал чудную ловитву рыб. После слов «пошел к морю Господь» евангелист Марк говорит, что он, проходя, позвал Матфея. Так определяется у него последование всех трех событий. В результате сугубого внимания святителя Феофана к малозаметным, как бы периферийным передвижениям Господа возникает убедительная система аргументов, позволяющих из достоверных, но чрезвычайно кратких евангельских свидетельств воссоздать их подлинную череду. Как справедливо отметил Розенов, в евангельской истории святителя Феофана оказалось по числу больше событий, чем в других подобных трудах. Нагорная проповедь Иисуса Христа, сосредоточившая в себе суть новозаветного нравственного закона, подробно изложена в Евангелии от Матфея. Сокращенный текст в Евангелии от Луки. «Они отличны», – писал по этому поводу святитель Феофан Елагин, 5 октября 1990 года. «Надо их читать и толковать отдельно каждую. Только следует сознаться, что трудно определить с точностью место для бесед по евангелисту Луке. Можно, однако же, гадательно предположить, что она могла быть предложена народу пред одним из чудных насыщений народа в пустых местах. Писать же и толковать беседы надо одну после другой». Такое решение было принято при освященном в его евангельской истории, где он пояснил, как у евангелиста Луки некоторые наставления передаются несколько иными словами и даже с иных сторон, то сливать такие наставления в одну речь, равно как и и ставить их особо под соответствующими наставлениями, очень неудобно. Почему предпочитаем поместить всю беседу, как она есть у евангелиста Луки, особо после предоставления всей беседы, как она изложена у евангелиста Матфея? Седьмое и восьмое хождение Господа по Галилее в евангельской истории святители Феофана особенно богаты географическими отсылками. К седьмому относятся такие события, как чудное насыщение пяти тысяч, хождение по водам и другие. Выстраивая хронологическую последовательность согласно свидетельствам и евангелистам, святитель Феофан связал с нею обозначение конкретных мест. Господь сначала послал апостолов одних в Евсаидскую пустыню, но потом и сам пожелал отправиться вместе с ними. И отплыли туда все вместе. Прибывши в ту пустыню, Господь побыл немного на горе. Насытил народ пять тысяч, кроме жен и детей, питью хлебами и двумя рыбами. Повелел ученикам садиться в лодку и плыть на другую сторону, а сам, отпустив народ, взошел на гору помолиться. На море поднялась буря, и ученики бедствовали. Видя это, Господь, кончив молитву, пошел к ним по волнам. Господь вступил в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу. Но место то было не Капернаум, куда они направлялись, а генесарет, лежавший ниже Капернаума. Их снесла туда буря. Это было уже утром. Стекся народ, но Господь, облагодетельствовав его всякого рода исцелениями, направился в Капернаум, куда и прибыл тоже утром. Пути восьмого хождения Господа по Галилее святитель Феофан филигранно восстановил по Евангелиям от Матфея и от Марка с присоединением Евангелия от Луки, руководясь правилом и дополнениями к Нему, не без помощи, как сказано уже иногда, соображениям. Негде иерусалимские фарисеи обличали учеников Господа, что не умыли руки предвкушением хлеба. Господь направился в Серафиникию, где исцелил весноватую дочь Хананиянки. Перешел он на восточную сторону моря, в обход его с севера и через Десятиградия. Исцеление глухого косноязычного и многих других, там произошло, насыщение четырех тысяч. Опустив насыщенный народ, Господь переправился на другую западную сторону моря, в пределы Магдальские. И Делманувские, бывшие еще ниже генесареты. Время пребывания его здесь не определено. Из бывшего здесь нам передан только ответ его фарисеям, просившим знамения. Господь переправился опять на другую сторону, только не на восток, а к северу, по направлению к Февсаиде и Кесарии Филипповой. На пути плавания предостерегал он учеников от закваски фарисейской и саддукейской. По выходе на берег Господь в Бевсаиде исцелил слепого, а в селении Кесарии Филипповой слышат от учеников, что говорят и думают о нем в народе. Спустя после всего шесть дней полных и восемь неполных преображения Господня. Сошедши с горы преображения, Господь исцелил бесноватого юношу. Еще краткое хождение по Галилее, речь о своих страданиях, смерти и воскресении. В уроках из «Деяния и словес Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», которые связаны с появлением замысла евангельской истории, святитель Хеофан пояснил отличительную особенность своих трудов, свое убеждение, что о сложных и недосягаемых материях возможно и должно говорить просто. «Божие всесовершенства беспредельны, и чистый ум не силен обнять их даже в той мере, в какой они удобоподражаемы для нас. Тем паче не по силам это нам после того, как очи ума нашего заволохло мглою вследствие падения. Между тем, это бессилие ума не отнимает силы у обстоятельства, простите, силы у обязательства к богоподобию, положенного в устроении самого духовного естества нашего». И так и закончим. Поэтому святитель Хеофан выстраивает свидетельство евангелистов в то последовательное единое повествование, которое, по его словам, необходимо как возбудитель спящего во всяком своей личного, во всяком своей личного любомудрия, чтобы всякий сам восходил к созерцанию Христа, как это ему именно нужно, и подражал ему возможным для него построю и течению жизни его образом. Так называемое, как обозначил Розенов, увеличение числа евангельских событий у святителя Хеофана встречается и в связи со сказанием о посещении Господом дома Марфы и Марии во время его девятого хождения по Галилею. Часто цитируемые слова Господа «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом» содержатся только в Евангелии от Луки. Имена сестер, но в ином контексте, названы в Евангелии от Иоанна. Это сказание о смерти и воскресении Лазаря и вечере в их доме. Святитель Хеофан обращает внимание на то, что евангелист Лука свидетельствует о происшедшем Галилее, в то время как дом Лазаря и его сестер был Эвифанией, о чем говорится в Евангелии от Иоанна. При этом дает следующее объяснение. Возможно, что тут только имена одинаковые, а не лица одни и те же. Сколько, например, Марий последовала за Господом из Галилеи в Иерусалим. Мария и Марфа – очень обычные имена. Но пусть и одни и те же лица, они могли бы иметь и в Галилее землю и дом, где по временам проживали. К праздникам же пребывали в Ифании, где и видим их последнюю пасху. Третья часть евангельской истории охватывает события, происходившие в последние полугодия земной жизни спасителя в Иерусалиме – иудеи и за Иорданом. Святитель Кеофан делит их также по принципу местных действий на три группы. Первая определяет пребывание Господа на празднике Пущей и обновление храма в Иерусалиме. Вторая – пребывание его за Иорданом. Третья – последние дни Господа на земле. При этом, вчитываясь в сказания евангелистов, святитель Кеофан обнаруживает, что события третьей части совершались Господом не мимоходом при переходе из Галилеи в Иудею, а это было движение на страдание и смерть. Иерусалим был знаком святителю Кеофану во всех подробностях его городского ландшафта – направление улиц, расположение построек, уклада жизни горожан, их национального обихода. Сотрудники русской духовной миссии первоначально разместились в келикце Тагробского монастыря, а с августа 1948 года выдворились в Иерусалимском Архангельском монастыре, также расположенном в Старом городе. Кроме официальной переписки святителя Кеофана в бытность его в Иерусалиме сохранились совсем немного, правда, частные письма к Андрею Николаевичу Муравьеву, архимандриту Антонину Капустину, к Ротеерею Серафиму Серафимову. В них откровенные признания, в которых не столько желание покинуть святую землю и вернуться в Россию, ну, даже, я сказала, просто вопль, освободите меня, я не могу здесь больше быть, да? Сколько вопль о потребности отгородиться от окружавших его мирской жизни и быта, проникавших сквозь монастырские стены, двери, окна. Здесь хорошо на месяц-другой, а надолго скучновато. Скучновато, скучновато, писал и романах Теофан в Афины, и романах Антонину Капустину. Это русская деревня. Я вам не описываю подробно нашего житья, бытья, потому что вы его увидите, как и обещаетесь. Коротко только знайте, что оно не завидно терпению школы. Но и сие хорошо тому, кто умеет. И еще, впрочем, Господь создал время, и оно уравнивает все неровности. Теперь я не только ссорюсь со своим житьем, как прежде, нашел небольшое занятие и не вижу, как течет время. О работе святителя Херафана на третьей части евангельской истории придали свежесть его иерусалимские воспоминания. Свидетельства евангелистов были прочитаны им настолько психологически точно, что картины Страстной Седмицы предстают как живые. Один из наиболее ярких примеров – прощальная беседа Христа с учениками. В разделе к читателям святитель Хеохан дает следующее разъяснение. Прощальная беседа, надо полагать, была произнесена вся в пасхальной горнице. Хотя в конце 14 главы Евангелия Иоанна стоит «Встаньте, пойдем отсюда». Но великая важность того, что предлагается говоренным вслед за тем, особенно заключительная молитва к Богу Отцу, заставляют признать, что и после тех слов Господь все еще оставался в горнице и продолжал речь, может быть, стоя. На пути неудобно было услышать всем все сказанное, слышать же то всем было совершенно необходимо и особенно неудобно было произнести на пути молитву к Богу Отцу. Своё убеждение, что беседа с учениками не может быть разорвана на две части – в горнице и по дороге в Гефсиманский сад – святитель Хеохан также изложил в письме к Елагину. Это значит заставить спасителя говорить понапрасну, ибо по дороге двое могут удобно говорить, а двенадцать как? Беседа же великой важности, особенно молитва заключительная. То, что Спаситель сказал «встаньте, пойдем», не резон разделять. Господь встал и опять начал беседу стоя, поговорил немножко и молитву произнес. Может быть, Он только для сей молитвы и встал, а пред нею еще поговорил, приготовляя к ней. Соблазняет азм, есмь, лоза. Будто для повода к всему слову нужен взгляд на виноградные лозы. Чтобы увидеть Кои, надо выйти из дома. Но в самом Иерусалиме садов виноградных не было. И по выходе из города тотчас спуск в поток Кедронский, крутой, где не до беседы. Так восстанальное знание и живое представление места, где происходила беседа, легли в основу аргументов святителя Феофана при реконструкции ее временной протяженности. Начало страданий Господних в ночь с четверга на пятницу включает в евангельском повествовании моление о чаше, взятие его стражей, переведение в дом первосвященников и события в этом доме. К этим сказаниям относятся и наблюдения святителя Феофана, связанные с укладом Иерусалима как восточного города. Надо помнить, писал он, что домы или жилья священников Анны и Коиафы были на одном и том же дворе. К этим устраняются вопросы, зачем к Анне привели Господа и в какой дом введены Иоанн и Петр. По приведению Господа на первосвященческий двор надо было немного переждать, пока соберутся члены Синдриона. Как Анне хотелось повидеть Господа, то он и велел привести его к себе, вместо того, чтобы стоять ему на дворе. Затем перехода от Анны к Коиафе был переход из одного флигеля в другой. Бывшая у Коиафы кончилась осуждением Господа и наруганием над ним, после чего его вывели на двор и стерегли до утра, продолжая и наруганием. Извилистые и узкие, непривычные для русского человека улицы Старого Иерусалима, пролегавшие между глухими стенами каменных построек, несомненно, вспоминал святитель Коиафан, вчитываясь в евангельские сказания о женах-мироносицах. Как свидетельствуют евангелисты, жены трижды приходили ко гробу в пятницу и два раза в день воскресения Господа. При этом названы разные имена – Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломия и Анна и другие. Святые жены-мироносицы не все вместе ходили ко гробу, заключает святитель Коиафан, а по частям и в разные времена. Предложив вниманию читателей подробный разбор сказаний об этом евангелиста Матфея и Марка, святитель Коиафан так объединил их свидетельства. Вечером в субботу, когда по закону суббота кончилась и начался первый день недели, известные жены ходили на Голгофу посмотреть гроб и, возвратившись в город, сходили купить ароматов, чтобы утром пойти помазать тело Господне. На Голгофу ходили Мария Магдалина и другая Мария, которая у святого Марка называется Яковлевым. А купить ароматы вместе с ними ходила и Соломея. Те две жены, воротившись в город, заходили в дом и, взяв с собой Соломею, сходили за ароматами. Они все, вероятно, останавливались в одном доме. В дальнейших рассуждениях святитель Коиафан прослеживает события ночи и раннего утра. Евангелисты пишут, что не было свидетелей воскресения Господня, которое сопровождалось потрясением земли, от которого стражи пришли в страх и, вероятно, тотчас же убежали с Голгофу. О ночном событии рассказывает женам ангел, сидевший на камне, отваленным от двери гроба, как у евангелиста Матфея. У евангелиста Марка жены уже на пути своем взволнованы. Кто отвалит камень от двери гроба? Но камень отвален, входят во гроб и видят ангела, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду. Оба евангелисты пишут, что ангел повелел женам идти и возвестить апостолам о воскресении Господа. Святитель Коиафан задается вопросом, какие именно жены приходили ко гробу утром? Те же, что были у гроба в субботу вечером, прошло десять и более, может быть, часов с того времени. И произвольно они могли разлучиться и могли встретить что-нибудь сильное, заставить их разлучиться. В Евангелии от Иоанна святитель Коиафан обратил внимание на подробное описание в главе 20 явления воскресшего Господа Марии Магдалине и два ее прихода ко гробу утром, в первый день недели, то есть воскресенье. Из него видно, заключает святитель Коиафан, что Мария Магдалина пришла на гроб, когда еще темно было, а те жены пришли на рассвете. По Евангелию от Луки, святитель Коиафан определяет еще один, третий приход ко гробу жен Мироносец. Эти жены, в отличие от тех, что у евангелистов Матфея и Марка, уже в пятницу приготовили благовония и масти и в субботу остались в покое по заповеду. В каком порядке происходили сие события, это определяют моменты времени, указываемые в сказаниях. Пишет святитель Коиафан, Мария Магдалина приходит еще в сущий тьме. Иоанна утру глубоку, когда брежилась. Мария Яковлева с Соломею, когда расцвело пред восходом солнца. В таком порядке они и приходили. Магдалина прежде всех, после нее Иоанна с другими женами, после всех Мария Яковлева с Соломией. Рассуждая о возможных причинах раздельных приходов жен Мироносец ко гробу, святитель Коиафан привнес в евангельские сказания оттенок тех житейских ситуаций, типологию которых, как можно предположить, он наблюдал на востоке и над которыми время было невластно. Он пишет, что жены евангелисты Луки смотрели, как полагалось, в огроб тела Господня. Как полагалось в огроб тела Господня. Это у них общее с женами евангелистов Матфея и Марки. Но потом эти жены в тот же вечер, пятничный, покупают ароматы. В субботу же не трогаются с места. Тогда как жены евангелистов Матфея и Марка в пятницу не трогаются с места, а покупают ароматы в субботу вечером. Значит, первые отособились от вторых. Это не по какому-либо разлагу, а потому что те и другие останавливались не в одном доме, а в разном. Но по тому же самому поводу они и на гроб могли прийти особо одни от других, хотя для одной и той же цели. Так это и случилось. Сговорились, как действовать утром, положив не в городе сойтись вместе по утру, чтобы не обратить на себя внимание, а на Голгофе сжидаться друг друга, чтобы приступить к помазанию тела Господня, когда соберутся все. Так, сговорившись, они ждали утра. Раньше всех поднялась Мария Матболинова, стремившись ко гробу Господню, еще сущий, оставив своих соквартиранок, собираться туда же, как успеют. Не нашедши тело Господня во гробе, она побежала к апостолам. Между тем, как она ходила к апостолам и с ними шла опять на Голгоф, приходила на гроб Иоанна со своими. И, получив от ангелов уверение в воскресенье Господа, направилась к апостолам. После того, как апостолы Петр и Иоанн, побыв на Голгофе, ушли к себе, а потом и оставшаяся там Магдалина, видев Господа воскресшего, тоже отправилась к ним, приходили на Голгофе Мария Яковлева с Соломией и, может быть, с некоторыми другими женами. И, видев сначала ангелов, потом самого Господа, уже и себе побежали к апостолам. Уникальная особенность евангельской истории заключается в том, что последовательность главных событий в истории человечества, в истории земного крестного пути Иисуса Христа, Бога Сына, воплотившегося нашего ради спасения, соотнесена как с временными координатами, указанными евангелистами, так и с пространственными, внимание к которым в Священном Писании у святителя Феофана оказалось более острым, чем у его предшественников. Получив редкую для середины XIX века возможность прожить в Святой Земле, в физическом пространстве Иисуса Христа, 7 лет, он проникся им и спустя годы преломил этот бесценный опыт в своей евангельской истории. В связи со вторым посмертным изданием евангельской истории святителя Феофана обратимся к некоторым обстоятельствам творческой истории книги, которая наглядно иллюстрирует ключевой для текстовой вопрос о научной критике текста и авторской воле. Отвлекаясь на планы подготовки полного собрания творений святителя Феофана издательским советом Русской Православной Церкви, Владимир Николаевич Захаров, наш коллега, наш друг, наш соратник, один из ведущих текстологов русской литературы, обладающий богатым опытом подготовки литературного наследия Достоевского, заметил, «Современники не обошли вниманием духовный подвиг и труды Феофана Затворника. Они издали то, что он написал и хотел публиковать. Сегодня его прижизненные посмертные издания нуждаются в критическом анализе. Такая работа необходима. Нет книг без опечаток в любом тексте неизбежно незамеченные и неисправленные ошибки наборщика и корректора. Добавим, что и автор может, это я уже от себя добавляю, что и автор может пропустить иные ошибки. И задача текстолога – представить читателю свободный от случайных погрешностей, критически установленный, исторически доказанный авторский текст, сохранив его смысл и особенности стиля». Авторский текст свидетелей Феофана в евангельской истории озаглавлен к читателям, и он занимает 70 страниц в первом издании. Вспомним еще раз слова Преосвященного. «Отличие моей истории – то, что в ней нет моих слов, кроме заглавия. Оправдание порядка – все в слове к читателям, которое будет в третьей или четверть книги и стоит впереди особо». Именно с этим разделом к читателю связан вопрос о научной критике основного источника и об авторской воле, решить который помогают преимущественно письма Преосвященному. Когда работа святителей Феофана над евангельской историей была завершена, Преосвященный приступил к собственноручной переписке Черновика, как узнаем из письма к Евангелу. В той мысли писал он, что, может быть, еще что придется отчистить. Не в самой евангельской истории, ибо тут идет сплошь текст священный, а в объяснениях, почему так изворачиваются события. Об этом же и в письме Ольге Степановне Бурачок. Сам переписываю ради того, что при этом и еще, может быть, придется что-нибудь прибавить. Была и другая причина не отдавать рукопись копеисту. Переписываю, сообщал Преосвященный Елагин. А ведь это великое искушение. Поверить некому. То есть доверить некому. Перепишут так, что хуже Черновых. Делать нечего, буду тянуть. Только долго протянется. Пишется очень медленно, потому что надо разборчиво. А скоро, пиша, не напишешь разборчиво, как-нибудь управимся. Судя по письмам, это причем, при том, что болезнь глаз одолевала святителя Феофана уже в эти годы. Судя по письмам святителя Феофана, подготовка беловой рукописи продолжалась и в августе. Оно так лениво, что из рук вон. Издавать, издать евангельскую историю святитель Феофан решил самостоятельно, не отправляя на Афон в русский Святый Пантелеймонов монастырь. Поэтому обратился к главному редактору журнала «Душеполезное чтение» про Таирею Василию Нечаеву с просьбой, чтобы нашел корректора по смыслению и наблюдал за печатанием. Надо, чтобы не было погрешностей. Печатание книги в московской типографии Ефимова началось в марте, о чем навыше сообщил племянник Преосвященного Алексей Говоров. И вместе прибавил. Отец про Таирею Нечаев указал туза корректора и взялся сам просматривать последнюю корректуру. Без греков, конечно, не будет. И Евангелие ныне печатается с грехами. «Но все же я покоен», – в ответ на это известие заключал святитель Феофан. Они прислали обращик, который отвергнут Вышию, ибо он отступил без нужды от моего первоначального распоряжения. Отослал назад с предписанием, чтобы сделали по указанному. На всем дело стоит. Началось, конечно, и до конца дойдет. Работа с корректурами продолжилась до глубокой осени 1985 года. 4 ноября Преосвященный сообщил Колобову. «Евангельскую историю только что пересмотрел в печати и отсылаю заметки опечаток. Недели через три получу экземпляры и пришлю вам». В эти же дни писал Ольга Степановна Бурачок. «Отпечаталась моя евангельская история, пришлю. Но прошел еще месяц. Евангельской истории давно следовало бы выйти», – неудумевал святитель Феофан в письме Елагина. «Я уже с месяц перечитал все и опечатки заметил. Шесть. И кое-что поправил и дополнил. Жду на днях присыла мне. И тогда тотчас пришлю вам и разошлю. Но и 22 декабря книг на выше все еще не было. Такая притча случилась с моей евангельской историей, не знаю. Давно-давно я перечитал ее и с отметкой опечаток отослал для окончания. И вот все жду и жду и не дождусь». Это совсем как с нашим последним выпуском «Светской духовной словесности». Но он уже печатается, должна всех порадоваться. И буквально через недельку мы получим тираж. Письмо городскому благочестивому семейству – одно из первых с упоминанием о начавшейся рассылке евангельской истории. 28 декабря 1985 года святитель Феофан посылает книгу, цитата, «сопровождая ее желанием, чтобы она охотно читалась и посевала спасительные семена в сердцах ваших». Прижизненное издание 1985 года «Евангельская история» было снабжено дополнениями и списком из вот тех самых шести замеченных опечаток в евангельских цитатах, относящихся к центральному разделу книги. Такова была письменно зафиксированная авторская воля святителя Феофана. У критерия творческой воли автора как основание научной критики текста, то есть его истории, писала наша дорогая Лидия Дмитриевна Громова-Апульская, отмечая необходимость удаления ошибок и опечаток, но при этом внесение тех поправок, которые сделал, успел сделать позднее сам автор. Второе посмертное издание «Евангельская история» предпринял в 1999 году русский Афонский монастырь. Та же московская типография Есимова напечатала текст, прошедший редактуру афонцев. В предисловии ко второму изданию на первой странице новой книги было отмечено. В настоящее издание «Евангельской истории» внесены лишь те поправки и дополнения, которые были указаны самим Преосвященным Теофаном в конце первого издания. Кроме того, самый текст книги тщательно сверен с синодальным переводом Нового Завета, причем вставлены по местам некоторые слова, опущенные прежде вероятно по недосмотру переписчикам. Для облегчения справок прилагаем азбучный показатель личных имен и предметов, упоминаемых во всей евангельской истории. Я хочу сказать, что такое предисловие, такое замечание вполне может убедить человека в том, что работа сделана добросовестно. Однако я решила, наверное, потому что летние праздные дни, чем еще заниматься, как не сличить первое прижизненное и посмертное издание. Просто вот положив рядом эти 70 страниц с одной стороны, 72 страницы с другой стороны. И вот такое сличение выявило существенно больше расхождений, чем указано в предисловии по второму изданию, что неизбежно вызывает вопрос о соблюдении авторской воли. Повторяю, это только текст к читателям. До 60 разночтений, выявленных нами в разделе к читателям, составляют и опечатки, и стилистические поправки, многие из которых носят вкусовой оттенок, ставленные пояснения, употребленных святителем Теофаном слов, а также их замену. Малооправданной видится правка афонского редактора, исключившего из описания встречи Девы Марии и Святой Елизаветы словосочетания, расширяющие контекст. Обрадованная Дева святая спешит поделиться сею радостью со сродницей своей, старицей Елизаветы, матерью предтечи, которая перво исповедует ее при всем богомателям. Передактором убрано. Поделиться сею радостью, не надо, лишнее. Это заменено на увидеться. Не поделиться радостью, а просто увидеться, свидание. И уточнение удалено матерью предтечи, Елизаветы матерью предтечи. Совершенно неоправданное вторжение в авторский текст. Искажение авторского стиля в замене употребленного святителем Кеофаном колоритного наречия на ранги. К празднику Кущи, это связано с Марией Магдалиной, к празднику Кущи сказание обязывает нас отнести, что было в приполовении праздника, что в последний день его и что на ранье его, когда Господь, угрожаемый побитием камней, удалился. В афонском издании вместо на ранье на другой день поутру. Совсем уродская замена, неоправданная. В иных случаях редакторский карандаш дополнял пояснение в скобках авторский текст. Например, заботливое о спасении народа власти иудейские, заботливое о спасении народа по подозрительности Рима. На всякий случай в текст включает редактор. Или в девять часов, редакторская скобочка появляется, по нашему счету в три, Господь испустил дух. В отличие от такого неправомерного вторжения в авторский текст, в другом месте редактор принял верное решение воспользоваться сноской, чтобы пояснить в беседе Господа в чистый четверг понятие «закон у жичества». У святителя Феофана, читаем, потом разрешил некоторые недоумения вопрошавших, давать или нет дань кесарю. Как согласовать с учением о воскресении мертвых закон у жичества? И какая первейшая заповедь? Во втором издании книги в этом месте имеется сноска родственного права в случае смерти мужа без потомства родственнику ему взять жену его. Это вполне грамотное, правильное решение. Досадная опечатка в издании 1985 года превратила притчу о минах, сказанную Господом в Иерихоне, в притчу о мнасах. Опытные текстологи знают, что авторское чтение не всегда отличается тщательностью. Писатель может не заметить дефекта машинописи набора, иногда пропускает даже бессмысленности. Ошибочное прочтение слова наборщикам было замечено и исправено афонским редактором, но пояснение, что это древние монеты, оказалось в самом тексте, а не в сноске, внедрившись в него. Еще одна редакторская правка, внесение в текст евангельской истории, может показаться на первый взгляд сущим пустяком. Добавлен просто союз «и». Однако в истории текста, как известно, мелочей не бывает, и всякое слово, каждое чуть-чуть важным оказывается. Святитель Хеофман, вчитываясь в описание евангелистами Пятого пребывания Господа в Кипернауме и перечисляя относящиеся к нему события, называл «Исцеление бесного слепого и немого». В афонском издании книги читаем «Исцеление бесного и слепого и немого» без каких-либо знаков препинания. Эта правка явно вспутывает содержание. Сколько было исцеленных Господом? Один – бесный, он же слепой и немой. Двое – бесный слепой и еще второй немой. Или трое – бесный, допитая слепой, допитая немой. Три евангелиста Матфея, Марк и Лука свидетельствуют об одном исцеленном – единственном сыне, которого отец подвел к Иисусу с просьбой о помощи. Эти свидетельства святитель Хеофман свел в единый текст. Но вдруг некий из народа муж подошел к нему и, преклоняя пред ним колено, воскликнул – учитель, умоляю тебя, призри на сына моего, одержимого духом немым. Он в новомесячье беснуется и тяжко страдает, отчего часто бросается в огонь и часто в воду. Где не схватывает его дух сей, повергает его на землю и терзает его. Так что он внезапно вскрикивает и спускает пену, скрижещет зубами своими и цепенеет. И на силу отступает от него сей злой дух. Измучив его, учитель, я привел его к тебе, но тебя не было. Я приводил его к ученикам твоим и просил их изгнать духа сего. Но они не могли, не могли исцелить сына моего. Господи, помилуй сына моего, он у меня один. В разделе к читателям, разъясняя хронологию событий, определяя место, где они происходили, святитель Феофан в соседствующих абзацах текста дважды называет сказания об отрике как исцеление слепого и немого. И исцеление бесного слепого и немого. И оба, на наш взгляд, во избежание смысловой путаницы, как это и случилось в результате редакторского вторжения в авторский текст, нуждаются в путационном уточнении. Наиболее удачное и ясное сказание представлено в углавлении прижизненного издания 85-го года, с уточняющим тире – исцеление бесного, тире – слепого и немого. Возник, что вопрос о количестве исцеленных Господом, его пятое пребывание в Папернауме и, собственно, одного мичтожного союза «и», обретает смысл на фоне поправок, внесенных самим святителем Феофаном «Сказание об исцелении двух бесноватых гадаринских в пятом исхождении Господа из Капернаума». Сложность этого сказания для составления евангельской истории заключается в том, что евангелист Матфей говорит о двух бесноватых, а евангелисты Марк и Лука – об одном. В дополнениях к изданию 85-го года святитель Феофан пояснил, почему следует принять повествование евангелиста Матфея о двух бесноватых за основное? Псие соглашается с тем, что как один из бесных был особенно люд, то больше и был во внимании всех, заслоняя собой другого, не так людого. Его одного исцеления и описывают евангелисты Марк и Лука, так как и Господь им особенно занялся. Это пояснение дополнило текст читателям в издании 99-го года, то есть редакторы учли это пожелание, это дополнение святителя Феофана и сделали соответствующие поправки. Еще одно авторское дополнение святителя Феофана, уже составленное евангельской историей, касалось сказания о возвращении 70 апостолов. Евангелист Лука поставил сказание о возвращении сразу после послания 70-го. И тот послал и сразу они вернулись. Хотя, как само собой разумеется, возвращение это не могло случиться тотчас по послании, пишет святитель Феофан. Но как тогда не представлялось другого места для сказания о нем, то оно и в настоящей нашей евангельской истории поставлено вслед за посланием. Новое решение о подобающем месте для этого сказания указывается самым сказанием об избрании и послании 70-го. Святитель Феофан рассуждает следующим образом. Здесь говорится, что Господь, избрав 70 других учеников, послал их пред Собою, чтоб шли во всякое место. Он сам хотел идти. Конечно, они так и поступали. Все шли пред Господом, пока Он кончил свое последнее хождение по Галилее. И, следовательно, возвратились к Нему после всего. Вот и место для сказания о возвращении 70-го. Конец последнего хождения Господня по Галилее. Так как описание сего хождения у евангелиста Луки кончается притчей о мытаре и фарисее, то возвращение 70-ти следует дать место после сей притчи. В развитии своей мысли о возвращении 70-ти святитель Феофан пришел к выводу о 10-м посещении Господом Капернаума, о чем и написал в дополнение. Следует предположить, что Господь по окончании своего хождения по Галилее еще побыл короткое время в Капернауме. Возвращение 70-ти имело место, конечно, там, где обычно пребывал Господь, а это было в Капернауме. Сюда и возвратились они, как прежде, 12 апостолов. Следовательно, и Господь здесь был по окончании последнего хождения своего по Галилею. Это же предположить заставляет и другое обстоятельство. По окончании хождения по Галилее Господь отбыл в Иудею. Пред всем отбытием, как видно из слов Иоанна Богослова, в главе 7-й, приступили к нему братья и вели речь о всем отбытии. Братья, всего вероятнее, делали это на месте пребывания своего и Господня, то есть в Капернауме. Таким образом, вынуждаемся положить, что было еще десятое краткое пребывание Господа в Капернауме, в коем имели место возвращения 70-ти и то, как Господь собрался отбыть в Иудею. Это авторское добавление было включено в посмертное издание книги 99-го года. Однако редакторская активность распространилась и на текст читателям, из которого был изъят фрагмент, разъясняющий. Это уже мелочи. За исключением поправок, обозначенных самим святителем Феофаном, большинство примеров вторжения в текст Евангелия 99-го года, убеждает в нарушении авторской воли. И в заключение я хочу подчеркнуть, что научная критика текста предполагает восстановление исторически доказанного текста, соответствующего творческим целям и задачам святителя Феофана. Предпринятое исследование творческой истории книги, евангельская история и двух ее изданий первый шаг к обретению критически установленного текста. На этом я заканчиваю. Спасибо всех, кто меня слушал. Я видела, что очень внимательно. Работа была сложная для меня, но надеюсь, что она будет оформлена вот в то самое издание, о котором я говорила, потому что получить, мне кажется, что современному читателю из наших рук, рук профессионала, стилолога, текстолога, полезно, будет полезно получить книгу, состоящую из самого текста, переизданного святителя Феофана, двух статей в приложении святителя Феофана, двух рецензий и вот некоторых таких наблюдений, с которыми я вас познакомила. Вот мне представляется такое в перспективе издания. Еще раз благодарю. Позволите, если можно? Да, да. Простите, просите овощи. Я впереди у вас, да? Я бы хотел выразить очень благодарность вам за это. Плохо слышно. Плохо слышно, да? А сейчас? А сейчас лучше, лучше. Очень сложный, конечно, фиксологический комментарий. Он демонстрирует не только профессиональное мастерство, но и уникальное способность Марина Ивановны сживаться в чувстве. Фонит, фонит, фонит. Отец Нафанайл. Фон идет какой-то, звук нехороший, да? Пожалуйста, а давайте мы попросим Эдуарда Львовича. Я напишусь тогда. Я напишусь. Это не Эдуард Львович, это отец Нафанайл. Вы перепутали. Нет, ну просто есть двое, у кого звук не отключен. А, ага. Отключить звук, у кого он включен. Пожалуйста. Он все вказали бы отключены, да? Эдуард Львович включен. Да. Все. Да, отключил Эдуард Львович. Конечно. Это около лежит телефон мобильный. Могу продолжать, да? Слышишь меня? Да. Мы входим благодаря Марине Ивановне вместе со святителем Феофаном во время священного писания. И благодаря этим конкретным фактам она ответила очень внимательно, чувствованием, как бы сам я физически становился ее участником. То, что физическое воскресание в Христосом 12 наполняется реальным и целожительным смыслом. Хочу обратить внимание на то, что метод учителя Феофана и ваша метод Марина они находятся в русле последних изысканий в миссиональной герметики. Экзистенциальный аспект занимает важнейшую роль в толковании. Спасибо, отец Нафанайл. Но, вы знаете, я не думаю, что все услышали, что вы сказали, к сожалению. А вы напишите, пожалуйста, потому что мы тоже как-то проведем такое обсуждение и в этой форме. Спасибо. Можно, Марина Ивановна? Да, да, пожалуйста. Во-первых, конечно, слова благодарности за замечательный доклад, компонентальный и действительно исследовательский. Но у меня вопрос. Все-таки святитель Феофан пользовался синодальным переводом? Синодальным. Да, безусловно, да. Но синодальный перевод, который правили афонские монарки, редактированные, которые уточняли, переводов синодальных, как известно, было несколько. Есть какие-то, может быть, уточнения, следует сказать. И второй вопрос, который исходит из этого первого вопроса. во-первых, какой перевод обращался ли святитель при необходимости к другим переводам, или, так сказать, оригиналам. Ну, это такая серьезная проблема. Но второй вопрос состоит в том, вы говорили о двух рецензиях. Но, как известно, евангельская история, переложение евангельской истории в том же 20 веке было несколько, ну, по крайней мере, несколько такого же рода евангельских историй. Да, да. Что на русском, что на других языках. Так вот, естественно, возникающий вопрос. Учитывалось ли издание евангельской истории святителей Феопана при этом, и вообще была ли ну, какая-то критика на протяжении того же 20 века, и, впрочем, даже уже и 21 века, учитывая, что это предмет, как известно, в курс священного писания входят программы, и вот реакция на Феопанова священную. Я понимаю, что устали на это все довольно сложно ответить, но это бы, на мой взгляд, упоминание, уточнение вот такого рода они еще более оснастили бы вашу работу. Спасибо за внимание. Спасибо. Виктор Иванович, вы меня озадачили так же, как я вас сначала. Это ваш ответ мне за мой заданный в начале заседания вопрос. Первый вопрос. Каким переводом пользовался святитель Феофан? Ну, собственно, поскольку святитель Феофан, еще будучи ректором Санкт-Петербургской духовной академии, вполне глубоко занимался вопросами перевода Евангелия, потом эта линия у меня пока еще осталась в стороне. Здесь требуется, повторяю, специальное богословское образование. Я думаю, что каких-то отступлений у святителя Феофана мы не обнаружим. Я думаю, что здесь все было выдержано в том каноническом русле, в котором и должно было быть. Это во-первых. А во-вторых, я вот из того, что я сегодня предложила вашему вниманию, я не очень вижу моменты, в которых перевод сыграл бы такую существенную роль. Мне недавно пришлось писать рецензию, где у нас Валерия Геннадьевна. Вот там мое замечание о переводе, когда сравнивали стихи Байрона и Лермонтова. В наш журнал была прислана такая статья. Там, конечно, как можно говорить о ритме, рифме по переводу Байрона на русский. язык, да. В данном случае я не вижу, потому что здесь именно последовательность лежит в основе. Другое дело, что сами евангельские цитаты, как афонцы написали, что они были сверены. Поэтому и возник мой вопрос. Да. Понимаете, поэтому, конечно, при подготовке книги уже, о которой я говорила, того издания, о котором я говорила, этот вопрос будет актуален. Сейчас я ограничилась только разделом к читателю. И второй вопрос ваш о рецензиях и насколько учитывались достижения или разработки святителя Феофана последователями, современниками и последователями. Я с радостью вижу по монитору, что здесь у нас присутствуют представители Московской Духовной Академии. И, конечно, здесь можно было бы и переадресовать, и привлечь. Вот оно, поле деятельности, потому что именно отец Николай Солодов мне подсказал с Розановым, погрузившись, вернее, привлекают свои источники, справочники, потому что я бы никогда да, отец Николай, спасибо. Так что я здесь некомпетентна и вряд ли я буду заниматься этим вопросом. А вот продолжить смысл наших собраний, наших таких семинаров в том, чтобы как это было и в наши студенческие годы старший профессор произнес некое, поставил, сформулировал некую проблему, а молодой исследователь уже взялся за ее специальную разработку. Так что спасибо, это прекрасно. Видите, в поле моего зрения оказалось только две рецензии, сразу свежая рецензия. Больше я не встречала. Я знаю, что отношение к святителю Феофану таких высоколобых исследований, так скажем, наук, ученых, именно из-за такой кажущейся простоты заключений, подхода к материалу, несколько заниженная и приниженная. нет нужного наполнения лексического научными терминами, чем-то очень высоким, воздушным и серьезным. Марина Ивановна, оставь, это прекрасный доклад, совершенно замечательный, поэтому не надо нечувствовать нечувствие пачи гордости, но все равно и действительно может быть... Покопаться надо, покопаться надо, конечно. Да, потому что это все бы развернуло святителя и его евангельскую историю, что называется, будущее нашей с вами в том числе. Ну, спасибо за ответ. Так что я бы просила откликнуться и во всяком случае приглядеться к этой проблеме, так обозначенной и сформулированной Виктором Мирославовичем Гуминским, наших гостей из Московской Духовной Академии. Здравствуйте, разрешите вопрос задать? Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Александр Якущенко Московской Духовной Академии, четвертый курс. Благодарю за доклад, мы познакомились с таким вот вкладом в филологию, просто на уроках мы мало изучаем так подробно филологию. Вот скажите, можно кратко осветить, почему Святой Феофан затронул эту тему, почему нельзя было просто чтение, описание, а именно переложение, и что повлияло состояние общества или его окружение, и как бы, ну да, если можно кратко осветить, пожалуйста, эту проблему. что повлияло, ну я представила, не знаю, вы сразу подключились или спустя некоторое время, по 15 лет занимает творческая история, как в свое время говорил Лев Толстой, Лев Толстой, когда он работал над войной и миром, что у меня как бы толки кефира, одни зреют, там киснут, с другими я работаю, потому что эпопея, такая огромная, эпопея, огромный пласт материала, требовал отстоявшегося материала, который обдумывался. Также святитель Феофана, вот собственно чем я занимаюсь и что можно было бы продолжить творческая история его произведения, раз в одном письме, видите, за 15 лет до того, как книга вышла, уже святитель Феофан задумывался об этом. Почему ему эта мысль пришла в голову? Может быть, мы и сможем докопаться, но это одна из важных проблем и вы видели, что, я об этом говорю, что с третьего века, с третьего века гармонисты занимались этой проблемой. Ну вот, и он решил тоже нечто подобное сделать, но замысел был широкий, а потом уже просто, во-первых, какие книги он издавал, параллельно с этим, большие, они требовали тоже приложения сил, здоровья, которых оказывалось все меньше и меньше, и вот то, что получилось, а замысел был очень большой. Это и есть, знаете, текстовой, поскольку у нас текстологический семинар, это и есть очень интересная сфера, творческая история. С одной стороны, творческая история и история текста. Творческую историю можно, практически невозможно восстановить целиком, но можно ее бесконечно дополнять и дополнять, потому что мы не знаем, что в голове, впечатление, какое слово и как отзовется в нашем сердце, в нашей душе и почему мы примем то или иное решение. А история текста в принципе может нам показать полную картину целиком, если мы будем стоять под дверью у писателя и каждый листик, который он будет выбрасывать и собирать и вот там выстроится история текста. А творческая история невозможна. Вот если вы ответите на свой же вопрос в поисках, перечитывая письма или же книги творения святителей Теофана, где тоже могут возникнуть какие-то ответы на ваш вопрос, замечательно. Понятно. Не заменяетесь, это хорошее направление, это достойное направление, это подлинная филологическая наука, которой надо заниматься. Видите ли, просто переиздавать творения святых отцов и в частности святителей Теофана без слова комментария, когда, что, как. Вы видите, сколько остается за рамками простого текста, перепечатанного, то, чем сейчас наполнены полки книжных магазинов. Большое спасибо. Позвольте мне тоже вас поблагодарить. Сейчас прочел замечательный отзыв отца нафанайла появился. Полностью присоединяюсь к нему тоже. Спасибо за основательный доклад. А может, прочитайте, Игорь Алексеевич, у меня что-то в чате исчезло. А, Может быть, вы нам его прочитаете. Вас хорошо слышно. Виртуозный текстологический комментарий, который демонстрирует не только профессиональное мастерство, но и уникальную способность Марины Ивановны вживаться, вчувствоваться, способность к благодатному со-мыслью со святителем Феофаном. Благодаря Марине Ивановне мы погружаемся в саму атмосферу мысли святителя, проникаемся ее духом и входим вслед за ним во время Священного Писания. Крупный план деталей, места и времени беседы Спасителя с учениками помогает стать физически ее участниками. Литургическое восклицание Христос среди нас наполняется целожизненным смыслом. Хочу обратить внимание, что метод святителя Феофана и метод Марины Ивановны находятся в русле последних изысканий миссианат экзистенциональной герминевтики, в которой экзистенциональный аспект толкования играет особенно важную роль. Спасибо, отец Национал, спасибо. Это слишком высоко. Нет, не слишком. Спасибо. И я тоже хочу добавить свою благодарность за глубокое проникновение в евангельскую историю. Меня, признаюсь, всегда это и поражало в повествованиях всех четырех евангелистов. Видимо, потому и попущены нам ради нас некоторые лаконы, неясности, словно недосказанности с точки зрения последовательности событий, географии, участников, чтобы мы сами своими трудами, размышлениями, с лечениями, сопоставлениями входили глубже в смысл событий, прилагали свои усилия для понимания благовестия. Откладываешь эту работу, она самая насущная. Евангелие еще роднее и ближе становится, когда кое-в чем в нем сам разберешься. В двух призваниях апостолов я сам разбирался с помощью Иоанна Затауста, и Феофан Затворник, тут тоже очень надежный проводник, его знания святых мест, его любовь Евангелие и ваше, Марина Ивановна. Спасибо. 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 Ну вот, но я рада, что все-таки несостоявшийся весной семинар у нас состоялся, и мы будем продолжать такие соло, соло, правильно, потому что у нас собираются ученые, о котором есть что сказать, поделиться, это хорошая школа не только для молодых участников нашего семинара, но и для коллег, потому что мы должны ощущать плечо друг друга и знать, что варится на письменном столе, на соседнем письменном столе. Можно два слова еще, Марина Ивановна? Да, да, конечно, спасибо. Марина Ивановна, можно еще один вопрос, не имеющий отношения, прямого отношения к вашему замечательному докладу. Кто-нибудь, я адресую этот вопрос, наверное, не только во мной, всей нашей аудитории. Я знаю, что последние годы в связи с знаменитым переводом святителя Феофана труда Никодима и Святогорца брать духовное с установлением источников. Вообще, вот, у нас в России, знаю, что, так сказать, греки этим занимаются, там великое множество публикаций на разных языках, у нас кто-нибудь этим вопросом занимается, переводом святителя Феофана на иностранном языке? Нет. Установлением вот всех этих источников перевод, как известно, был переложением. И у Никодима Святогорца были разные, в том числе, католические источники. Вплоть до иезуитов и так далее, и так далее. Ну, так вот, это одна из таких актуальных проблем, многоэтапных, что использовал Никодим Святогорец, и как опираясь, как известно, вольное перевожение, так называют чаще всего перевод святителя Феофана, вот эти ступеньки кто-то у нас пытается проследить, в отличие там, скажем, или опираясь на труды тех же греков, тех же протестантских исследователей и так далее, и так далее. Это крайне любопытно, потому что брань духовная, как известно, один из самых авторитетных трудов по этой теме. что-то никто не отвечает. Нет, я задаю это часто в разных аудиториях, в том числе и среди наших богословов, но никто судя по всему этим не занимается. Хотя... Если позвольте реплику. Что вы говорите? Да, пожалуйста, отец Николай. Ну, труд, я не знаю, насколько опубликованный и известный вам Владыки Феоктиста был как раз по невидимой брани. И по вот... Именно он брал вот эту двойную ступень. Лориан как-то с Купола, кажется, автор первый. Да, да, да. Вот. Никодим Святогорец и Феофан Затворник. И вот у него кандидатская диссертация как раз посвящена сравнению вот этих трех... Ну, вот как оно переходило из одной ступени в другую. Спасибо. Спасибо. Это уже как бы упрощает отец Николай что называется мои поиски. Спасибо. Отец Николай, а позвольте воспользоваться вами как связующим звеном и все-таки приманить Владыку Феоктиста, который у нас был в девятнадцатом году на конференции по монастырям и которому мы посылали... Мы сейчас посылаем книги все-таки приманить. И он говорил, как ему интересны филологические исследования на наши заседания. Потому что... Нина, по-моему, мы посылаем Владыке Феоктисту приглашение или нет? Нина, не слышат? Нет, я слышу, нет, не посылаем. Нет, не посылаем. Значит, мы начнем посылать, а отец Николай будет по-родственному его заманивать. Надо приглашать... Владыку Феоктиста по телевизору. Ясно. Надо... Кириллину надо посылать приглашение. Кому? Кому? Кириллину. А, Кириллину. Да, все-таки у него кафедра в МДА. И поэтому... Понимаете, в чем дело здесь? Понимаете, здесь в чем дело? Я все-таки как бы охраняю, охранительством занимаюсь нашего синодального периода. древники, медиевисты очень активны. И я все время испытываю некоторое опасение, что мы опять окажемся в синодальный период, опять окажемся в каком-то таком между новомучениками и медиевистами. Вот. Мы еще должны набрать силы какие-то. Понимаете? И вот два года, что мы занимаемся нашими конференциями такими видео, по-моему, показали, что мы действительно взрослеем. А то поэтому только. Спасибо. Так можно, да? Александр Владимирович бедный, простите, что вам пришлось терпеть наши все переговоры. да. Спасибо. Или Виктор Мирославович еще хочет задать вопрос? Спасибо. Марина Ивановна, во-первых, я не знаю, могу только и вас поздравить, и нас поздравить с таким великолепным докладом. тут в самом деле все, ну, вероятно, еще материал, но и ваши усилия толците отверзятся. Великолепно получилось. Я не знаю, благодатный какой-то доклад, и эпический, и абсолютно прозрачный. По толстому мелочность и генерализация. Ладно, оставь. У него это особая статья. Совсем другое, совсем другое. И исторический, и текстологический, и убеждающий еще раз, что текстология без истории становится мертвой. А тут просто никакого начетничества, а все живое, все имеют свой смысл. И самое главное, вот этот баланс удивительно соблюден между историей и текстологией. И то, и другое в итоге приобретают новое качество. как бы. Спасибо. Спасибо. Замечательно получилось. Спасибо, Олег Анатольевич. Спасибо. Мне бы очень хотелось, чтобы, конечно, уже следующее, через месяц, ну, в конце концов, через два, мы будем ждать терпеливо, но возникали бы уже какие-то потребности у наших коллег, у нашего круга тоже предлагать на общее обсуждение, суждение своих последней работы или сокровенные такие любимые темы. я ну, судя по всему, я вас не очень утомила, есть, ну, любое, любое, любое полезное действие, оно связано с работой, тут тоже пришлось поработать, правильно? Ну, ну, что ж, я говорю, всем нам, и аудиторию, слушая, пришлось поработать. Тогда что, мы будем прощаться? Спасибо, спасибо за спасибо.